Приветствую вас, и проблему, которую вы описываете, можно разделить на несколько частей. Первое, то, что вам скучно с мужчинами. Вторая проблема, это то, что вы боитесь ему сказать. И третья проблема, это то, собственно говоря, что вы спрашиваете, то есть все вопросы, которые вы задаете. Значит, первая проблема, это то, что вы боитесь сказать ему о том, что вам скучно, что вам не о чем поговорить. Ну, во-первых, именно страх перед тем, чтобы что-то сказать, он связан с неуверностью в себе в данном случае. Если со всеми другими людьми вы общаетесь хорошо, никаких проблем с этим нет, а вот именно с этим мужчиной вы боитесь признаться в чем-то, то тогда, соответственно, нужно заключить, что по какой-то причине вы считаете себя хуже него. Он работает, он собирает деньги на свадьбу, на жилье и так далее. А вы считаете, что вы хуже, а вы-то ничего этого не делаете, гуляете с другими мужчинами, да, общаетесь с ними, флистуете и так далее. То есть у вас, вероятно, на протяжении этих двух лет сложилось ощущение, что, по сути, вы делаете меньше, чем то, что делает ваш парень. И это самая главная ошибка, потому что, если бы вы делали то же, что и мужчина ваш, то, по сути, вы бы приравнивали себя к всему. А это неправильно, правда, каждый человек в отношениях делает то, что непосредственно от него зависит. Мужчина может получать, скажем так, достаточный доход, чтобы собирать вам на жилье, на свадьбу и так далее. Может, он это делает. Вы, соответственно, со своей стороны имеете полное право отдавать ему, чем своими лаской, теплом, заботой и так далее. И если по какой-то причине вы считаете себя хуже него, то вполне понятно, что проблема эта идет из детства, из вашей стриорной скромности, то есть вам проще промолчать, но вместо с тем вы устремляетесь к своим желаниям, вы общаетесь с другими мужчинами, тем самым вы исполняете, как бы, пробел в своем общении, в своих потребностях. И тем самым, вот своим таким победителям, вы своего мужчину предаете. То есть нет ничего ненормального в том, что вы чувствуете. Это нормально желать общения, это нормально хотеть взаимодействовать на более высоком, более активном уровне. Это нормально, что у вас могут быть разные темы, и что вам может быть скучно. Вот это нормально. И с этим он и работает отдельно. Но, когда вы ничего не говорите, и при этом обвязьтесь с мужчиной, с другими мужчинами, вот это как раз не есть хорошо для вас. И для него тоже. Соответственно, если у вас подобный страх появился только непосредственно при общении с мужчиной, то причина его, мне кажется, ясна, но, по крайней мере, вот из того, что вы написали, она видится именно такой. Если она была, это черта вашего характера, как страх до мужчины, с которым вы встречаетесь в два года, то, соответственно, нужно разбирать уже непосредственно вас. И, скорее всего, это идет в детские родительские отношения, когда вы не могли своим родителям возрастить ничего, а они вас начинали либо ругать, либо просто не понимали того, что вы говорите. То есть вы не можете выражать свое чувание именно по привычке. И от этой привычки нужно отвыкать. Вторая проблема заключается, собственно, в том, что вам не очень поговорят. И ее, безусловно, эту проблему нужно решать. Как? Ну, вот вы здесь пишете, что понимаете недостаток общения и интереса можно получить в этих отношениях с парнем. А вот вы знаете, да, действительно, можно получить, только в том случае, если вы и он будете этого хотеть. Вам совершенно не нужно говорить ему о том, что вам скучно. Просто старайтесь придумывать новые формы вашего взаимодействия. Можно придумывать какие-то занятия совместно, когда вы с ним вместе. Можно делиться с ним тем, что вам интересно, и симулировать его на то, чтобы он делился тем, что ему интересно. Таким образом, вы будете сближаться. Вы будете становиться более близкими по духу, по общению, по контакту. И это поможет вам более тесно установить общение. Не нужно бояться каких-то новых способов проведения времени, и не нужно бояться делиться тем, что вам интересно. Вот вы подумайте сами, может быть, на бумажке напишите, если вам так лучше будет, что вас интересует, что вам нравится, что вам интересно, чего бы вы хотели, и так далее. И об этих увлечениях, обо всем. Достепенно разговаривать с мужчиной. И его стимулируйте в промозе. Можно даже это предложить в качестве игры, вот сказать. Вот, ты знаешь, я-то подумал, давай мы с тобой напишем, что каждый в каждом из нас интересно, на листу и на листуке. И обменяемся этим друг другом. Анонимно. То есть, не будем знать, что я написал другой, пока каждый из нас не будет по отдельности, тогда мы прочитаем и встретимся в следующий раз. И это будет очень хороший стимул для возобновления вашего диалога. Потому что это принесет новшество в ваше общение, и, возможно, существенно его расширит. Далее. Исходя из вашего письма, мне показалось, что вот мужчина настроен серьезно. То есть, он планирует свадьбу, он на жилье, деньги собирает и так далее. Вы же с ним, потому что вам с ним хорошо. А вы не написали, что любите его. У вас он как бы идет, вот знаете, как источник ваших потребностей. И эту же роль играет мужчина другой, которым вот вы, например, катались. И в этом-то, по сути, плохого ничего нет. Что вы свои потребности удовлетворяете. Просто мне лично показалось, что нет у вас той серьезной настроенности, например, на брак. Нет. Если вам уже сейчас скучно, хотя вы еще вместе не живете, как я понял, дальше будет только хуже. при ситуации такой, какая она и есть сейчас. Об этом вам нужно серьезно подумать. Вы своего парня воспринимаете в качестве кого? В качестве парня или в качестве будущего мужа? Видите ли вы его таковым? Своим будущим мужем? Если нет, то логично будет ему сказать об этом. Логично будет дать ему понять, что вы пока что на данный момент не настроены на определенные отношения. В этом, опять же, нет ничего плохого. Но мужчина, по крайней мере, не будет возлагать на вас тех надежд, которые он сейчас возлагает. Вы сэкономите время и энергию ему, сэкономите время и энергию себе. И не будете переживать лишний раз. Дальше. Вы пишете, что вы два раза с ним расставали. Вот же. Каждый раз по причине того, что он вначале вас ревновал, потом друзьями гулял, и так далее. То есть вам постоянно что-то не нравилось. И вы как бы расставались с ним. И за это возникает вопрос тогда. Вот. Изначально вы с ним начали встречаться, что он ревновал. Вам не понравилось. Он изменился. Изначально он проводил много времени с друзьями. Вам не понравилось, он изменился. Теперь вам не нравится, что он как бы ну вот вам не о чем поговорить. Допустим, вам будет о чем с ним поговорить. Но ведь и для этого человеку также потребуется измениться. И измениться, надо сказать, достаточно сильно. И вопрос, который я хочу вам задать, звучит так. Вот эти два года, что вы расписывались, вы ведь не принимали его таким, как он есть. Вы постоянно стремились его менять. Вы как бы расставались с ним, говоря, вот мы много будем менять, если ты изменишься. А любовь, любовь, это когда человека принимают таким, как он есть. и вопрос задам я вам. Вы принимаете человека таким, как он есть? Вы стремитесь сделать его счастливым? Безусловно. Иначе говоря, вы любите его? Постарайтесь подумать над этим вопросом. Не берите соответственно. Присуще здесь к себе. Потому что, если нет, то такому серьезному мужчине об этом нужно сказать. И, наконец, последний вопрос, который вы задаете, это как ему сказать. Вы знаете, нету каких-то универсальных слов, чтобы донести до человека какую-либо информацию. Скажите, как есть, что вы хотите больше общаться, вы хотите более тесно взаимодействовать на коммуникационном уровне. Скажите ему, есть. Доверяйте своим ощущениям. Вот это, мне кажется, то, что вы не делаете. Вы встречаетесь с мужчиной, вы как бы чувствуете, что вам вкусно, вы терпите это. Вы подавляете на себе. Не доверяйте своим ощущениям. Вы встречаетесь с другим мужчиной, тоже понимаете, что это страсть, это недолговеченно и так далее. Вы тоже не доверяйте своим ощущениям. Но без доверия своим ощущениям не получится такого, не получится, что вы обретете то, что лично вас сделает счастливым. и тогда получается, что без изменения, без доверия своим ощущениям, вы будете постоянно метаться в поиск чего-то другого. И всегда вас будет что-то не устраивать. Потому что вы ведь не доверяете своим ощущениям, а что делаете того, что вам нравится. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.